А если бы вас спросили, какая на данный момент самая лучшая игра, в которой присутствует водительская езда в открытом пространстве? Конечно же, все разно скажут, что это GTA 4. Но когда-то, а если бы точнее, 12 лет назад вышла игра под названием Driver. Игра по тем временам удивлялась своей графикой, открытым миром, автомобильными погонями, ну и так далее. Сегодня я хочу вам рассказать об этой игре и ее последующих частей, которых вышло целых 4 штуки, а в следующем году выйдет и пятая. Но давайте обо всем по порядку. Перед тем, как начать рассказывать вам о игре, я хочу сказать, что игра была придумана не с пустого места. Игра была сделана по мотивам одноименного фильма Driver, который вышел в 1978 году. А в главной роли снялся известный в то время актер Райан Унил. Если не сильно углубляться в сюжет, то шофер работает на различные преступные группировки, которые грабят казино, банки. И после в одном из таких ограблений шофер убивает всех бандитов и забирает украденные деньги, чтобы потом их отмыть. Ну, думаю, дальше я не буду кидать спойлеры. И кому надо будет, те посмотрят и заценят фильм. Единственное, что хочу сказать, что в первую часть игры разработчики взяли некоторые моменты из фильма. Это такие, как угон машины в подземном гараже в самом начале фильма. В игре это, соответственно, была начальная заставка. А проверка водительских науках шофера в гараже в игре это была учебная миссия, без которой нельзя было начать основные миссии. Ну и даже звуки, врезающиеся в машины из фильма, были взяты в игру. Ну, давайте все-таки наконец-то перейдем к игре. Игра вышла в 1999 году. Сразу скажу, что в взоре я буду рассматривать версию игры от PlayStation. Потому что, поиграв в PC версию этой игры, я считаю, что это настоящий гадкий утенок. Ну и также, потому что просто в те времена у меня была только приставка и не было компьютера. Поэтому приставочная версия для меня как-то более родней. В игре сюжета как такового нету. Мы играем за Брюса Таннера, полицейского под прикрытием, которого внедряют в городскую преступную группировку. Всю игру мы будем выполнять различные миссии, которые, в общем-то, не связаны между собой. Я лично это понял так. И когда играл, почти не нашел никакой взаимосвязи между миссиями. Миссии не сильно разнообразны. Обычно надо просто кого-то или что-то подобрать и довезти в определенное место. Хотя есть миссии, где нужно догнать и разбить определенную машину, которая от вас уезжает. Также была миссия, где нужно догнать человека, который уезжает от вас на метро. Испугать парня в такси, догнать водку. А также отвезти ящик со взорчаткой, которая взорвется, если позволить полицейским нанести вам определенное количество урона. Ну и, конечно же, финальная миссия, где нужно спасти самого президента от бандитов и присоедующих вас полицейских. Всего в игре четыре города. Это Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Сначала для обычной езды вам доступны только Майами и Сан-Франциско, поэтому остальные два города будут доступны после прохождения всех миссий. В игре также присутствуют мини-игры, но в основном они ничего себе интересного не представляют. Присутствуют такие режимы, как уехать от полицейского, разбить уезжающую от тебя машину, езда по пяти чекпоинтам, ездить и собирать сто флажков на время, просто езда кругами по пустыне, и последний мой самый любимый режим, это режим на выживание. В этом режиме вам нужно прижаться максимальное количество времени. Против вас выступают четыре агрессивных настроенных полицейских машины, которые играют вами практически в буквальном смысле футбол. И, в общем-то, в этом режиме от полицейских въехать невозможно, они по-любому вас забьют. Ваша задача за основу, чтобы прижаться как можно больше времени. Забыл добавить, что, в отличие от ГТА, в драйвере полиция реагирует на любое нарушение правил дорожного движения. Это, например, такие, как езда на красный свет или превышение скорости. И во время погони, когда вы продолжаете нарушать закон, врезаясь в простые машины, пугать пешеходов и так далее, уровень агрессии полицейских становится все больше и больше. Если вы даже уйдете от погони, он остается прежним, и полицейские продолжают вас искать. Одной из самых интересных и необычных фишек в то время у игры являлся видеоредактор. С помощью него можно было снять свой фильм о погоне, где можно было поставить определенные ракурсы камер, чтобы выглядело красиво, или просто снять красивую езду, а потом записать на карту памяти и пойти показать какого-нибудь своему другу, например, на его приставке, как вы круто водите. Я, конечно, понимаю, что сейчас это звучит пиздец, как дико, но тогда это было реально круто. Что лично касается меня, то наигравшись в свое время на усрачки в Netflix 3, я мечтал, чтобы вышла похожая игра с открытым миром. Так что драйвер, можно сказать, удовлетворил мои потребности полностью. Сейчас, несмотря на время, остается одной из самых-самых любимых игр. Больше всего нравилось то, что в отличие от той же самой GTA, вы играли не за какого-то гопника, который бивает всех налево-направо, взрывает машины и устраивает полную анархию, а вы играете за крутого водилу, который догонит и обгонит всех и каждого. Но, как-никак, ничего в этом мире не бывает идеального, и в этой игре тоже есть свои минусы. Первый минус – это очень трудное управление. В отличие от других игр тех времен, управлять машиной было поначалу очень трудно. Одно неосторожное действие на джойстике, и автомобиль сразу начинал носить в разные стороны, и он обязательно во что-нибудь влезался. Управление нельзя было назвать четким, его, думаю, можно было назвать своеобразным, к которому просто нужно было привыкнуть. Вторая проблема – это самая первая тренировочная миссия, где вам дается 60 секунд, и вы должны сделать 9 упражнений по вождению. Даже зная английский, хрен вам можно было понять, как нужно было выполнить эти упражнения. Хоть и в опциях игры было учебное видео, как выполнить все эти упражнения, но мне тогда в свое время не повезло, у меня была обрезана версия игры, и на диске отсутствовало это видео. Так что эта миссия в свое время попила у меня много крови. Потом уже у друга я взял диск с нормальной версии и прошел тубляцкую миссию. Тридий недостаток заключается в том, что в игре присутствует версия каждого города, и в дневном, и в ночном варианте. Но вот почему-то Лос-Анджелесу не досталась дневная версия. Как я могу догадывать, это связано с тем, что на диске просто не хватало уже места. Все 700 метров были заняты. Хотя, все-таки, я считаю, что нужно было делать дневную версию города ангелов, и не делать секретный город, который был ничем не интересен и скучен. Четвертое – это то, что нельзя было выходить из машины. При такой вроде свободе действий, невозможность выхода из машины очень сильно огорчала. Несмотря на 99-й год, графика все-таки была слегка убогой. Да, разработчики игры постарались изобразить улицы городов, где происходят действия приближенного к реальности. Но все же объекты, прорисованные, были как-то грубовато. Автомобили были вообще угловатые, а люди изображены в виде плоских спрайтов. В общем, недостатков со стороны графика хватало. И все же, несмотря на все недостатки, в драйвере главный – это игровой процесс. При выполнении миссии только просто некогда было рассматривать дома, людей и прочую хрень. Все недостатки скрывают зрелищность и атмосфера игры. Так что, если вы вдруг не играли в эту игру, попробуйте. Положительные моменты будут по-любому. Продолжение следует... Драйвер 2 Драйвер 2 вышел через год с небольшим, причем на двух дисках. Главный герой в игре все тот же Брюс Таннер. Игровой процесс остался таким же, что и в первой части, но отправление стало вполне четким, отзывчивым и ощутимо приблизилось к реальности. Каждый автомобиль теперь обладает своей характерной моделью поведения на дороге. Исчезла группа и угловатая структура в отображении автомобилей и зданий. Города по масштабу стали еще больше. Автопарк машин увеличился, в игре появились грузовики и автобусы. Но самое главное и ожидаемое нововведение, это то, что наконец-то можно было выходить из своей машины и садиться в любую другую. Благодаря этому миссии стали намного разнообразнее, чем в первой части. Миссии в игре теперь взаимосвязаны и объединены четким логическим сюжетом. Переходы от задания к заданию сопровождаются красивыми видеозаставками. Кстати, Таннер в этой части очень похож на Путина. Второй драйвер по количеству миссий намного больше, чем первый. Всего в игре будет больше 40 миссий. Действия, которые будут происходить в четырех новых городах, таких как Лас-Вегас, Чикаго, Гавана и Рио-де-Жанейро. Разработчики игры постарались показать улицы городов такими, какими они есть на самом деле. И можно сказать, у них это удачно получилось. В игре по-прежнему остались мини-игры. Появилась также одна новая под названием Ворота. В нем нужно на время объехать стол ворот из конусов. Вторая часть драйвера, первая и последняя часть которой был мультиплеер на два игрока. Но он был очень ограниченный, поэтому особого интереса не принес. Ездить в нем можно было только от первого лица и на очень маленьком кусочке карты города. В мультиплеере можно было вместе с другом просто покататься по улице города, принять участие в погоне, то есть один убегает, а другой нагоняет. А также посоревноваться в быстроте и ловкости в режиме взятия чекпоинта и сборке встава флажков. Но все же и эту игру отрицательные моменты не обошлись стороной. Первая это начальная заставка. Но неужели нельзя было сделать нормальную заставку? Ведь все же какая была классная заставка в первой части игры? А тут просто налепили моменты из видеофрагментов сюжетной линии в одну свою кучу. Да и музыку выбрали далеко неудачную. Второе это то, что иногда игра может зависнуть на пару секунд во время движения машины. Видимо это связано с тем, что ресурсы приставки уже тогда не позволяли обработать такое большое количество данных. Третье это то, что иногда в миссиях и мини-играх, в которых нужно догнать и разбить машину противника, бесит ужасно тот факт, что если противник завернет залгу, то будьте уверены в 99% случаев, что вам напишут провал миссии. А иногда вообще видно вдалеке противника и все равно появляется провал миссии. Но как может быть провал миссии, если мы его видим? Это блин, пипец как тупо. Четвертое это то, что некоторые миссии просто дихо сложные. Если догнать и остановить грузовики, из которых вылетают бомбы в Гаване, получалось 5-6 попытки. А миссия в Егасе, где вам нужно было отвезти своего напарника в аэропорт, и при этом у вас идет время, вам нельзя менять машину, и еще требуется, чтобы полицейские не преследовали вас по прибытию в аэропорт, получалось примерно пройти 10-12 попытки. Предпоследняя миссия в Рио-де-Жанейро займет у вас попыток 20 как минимум. Миссия называется Погоня. Здесь вам нужно догнать и разбить автомобиль противника. И самая подлинка стоит в том, что вы преследуете его по узкой дороге с большим движением машин, а справа еще и обрыв, который очень легко свалится. А так как противник едет чисто по скрипту, его абсолютно нельзя никак снести с дороги, и при этом он сам все сметает на своем пути, и еще умудряется вам кидать под колеса другие машины. В общем, эта миссия реально проверит вас на ваши нервы и стрессоустойчивость. Сразу скажу, что финальная миссия по сравнению с этой вообще ничто. В заключении хочу сказать, что несмотря на очередные косяки, Driver 2 имеет прекрасный игровой процесс, соединенный с четким логичным сюжетом, прекрасной графикой, и все это превращает его в стопроцентный хит. И эта игра заслуженно занимает место одной из лучших игр для первой Sony PlayStation. Итак, это окончание первой части моего обзора. Прошу меня извинить за постоянное фырканье и движение в микрофон. Видимо, я слишком переоценил микрофон за 50 рублей, и в ближайшее время я обязательно куплю новый, и на этот раз думаю выложить примерно где-то 100 рублей за него. Ну, я шучу, конечно. Также хочу добавить, это мой первый обзор, и если найдутся хоть несколько человек, кому понравилось мое творчество, возможно, будут еще проекты. Не считая, конечно, второй части драйвера, которую я обязательно сделаю в ближайшее время. Всю критику можете писать вот на этот адрес ВКонтакте, можете писать прямо на стене, или можете написать в личку, как хотите. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Все, всем до свидания.